Приветствую вас. И ситуация, конечно, неприятная, которая у вас произошла, безусловно, когда ваш начальник хочет вас сдвинуть с рабочего места, да, когда он как-то вот отдаёт ваши рабочие смены другому человеку, так как ему надо подработать. Но смотрите, какая получается вещь. Да, поступили вы правильно, то есть вы совершенно верно, совершенно правильно, значит, пожаловались начальнику. Это адекватная и естественная реакция. Она нормальна. Но смотрите, если генеральный директор сделал выговор, и зам директора после этого начал точить зуб, да, то, соответственно, получается, что уже до этого, уже до этого директор имел что-то против вас, зам директора имел что-то против вас. Понимаете, в чём дело? То есть можно говорить о том, что у заместителя директора сейчас только, как бы это сказать, проявление той неприязни, которая у него уже к вам была. Потому что он же решил вас сместить. Правильно? Вот. Так что, я полагаю, что вы скорее всего что-то не договариваете нам. То есть у вас есть какие-то обстоятельства, о которых вы не пишите. Вот. Есть какие-то обстоятельства, о которых вы не говорите. Почему, например, директор решил заменить именно вас? Откуда вы знаете, что он точит на вас зуб, да? То есть, ну, что указывать на это? Какие, какие факты, факторы, какие проявления, вот. И так далее. Самое лучшее будет, если вы вызовете его на разговор и поговорите с ним по душам, вот, и высказите ему свою позицию, чтобы он высказал вам свою позицию, чтобы вы друг друга поняли, и чтобы тогда уже было понятно, как относится директор к вам, и как относитесь вы к нему. И вот уже после этого, я полагаю, что стоит действовать исключительно в, значит, ну, исключительно в правовом поле, да? То есть, вы попробуйте сперва разрешить конфликт, вы попробуйте сперва договориться с человеком, понять, что он хочет, что ему нужно, что ему необходимо, да? Что ему требуется, как бы. А потом уже вы можете в общем и целом действовать только так, как того требуют требуют приписания, приписания, которое установлено на вашем рабочем месте. Вот. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!